Привет, друзья! С вами Олег, и я очень рад, что вы смотрите мои видео. Сегодня у нас видео на муравьиную тему. Будем поить сиропом довольно большую муравьиную колонию. Предложим никам два вида сиропа. Медовый, тот что посветлее, и сахарный, тот что потемнее. Оба этих сиропа колонии ников уже знакомы. Как пьют сироп маленькие колонии, я вам уже показывал. Настала пора показать уже подрощенную колонию. Мне кажется, это и мило, и интересно одновременно. Давайте понаблюдаем вместе. Ставим на арену две небольших мисочки. В левую наливаем сахарный, а в правую медовый сироп. Порции приблизительно одинаковые. Давайте посмотрим, что будет происходить. Для начала сильно ускоримся и сравним, к какому сиропу муравьи проявляют больше интерес, и в принципе поймем, что происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очевидно, что сироп из тростникового сахара победил, но были и любители медового сиропа. Обычно я регулярно даю сахарный и иногда медовый для разнообразия. Если вы будете давать своей колонии медовый сироп, то помните, его нельзя долго хранить даже в холодильнике. Он быстро начинает бродить, в отличие от сахарного. В комментариях вы просили больше макро и видео подлиннее. Хорошо? Давайте посмотрим на процесс более детально. Небольшая пауза. Хочу обратить ваше внимание на магазин муравьев и муравьиных ферм fuans.ru. Это ферма российского производителя с отличным соотношением цена-качество. Фермы действительно интересны и заслуживают вашего внимания. Модельный ряд содержит фермы от недорогого инкубатора до продвинутых модификаций кристаллов. Хотите сэкономить? Берите комплект с муравьями. Так дешевле. Ссылки на магазин и группу найдете под видео. Пауза закончилась. Возвращаемся к основной теме. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Муравьи вдоволь напились сиропой. И я надеюсь, подборка этих милашек вам тоже понравилась. Теперь давайте внимательно рассмотрим сытых малышей. Вот муравей с белым матовым брюшком. Сразу видно, он не бегал пить сироп, а недавно наелся белка. Неподалеку видим его собрата. Он наоборот сбегал и вдоволь напился сиропа. И его брюшко стало похоже на маленький бриллиантик. Теперь оно красиво переливается в свете софитов. Таким вот нехитрым способом можно узнать, чем сыты ваши питомцы. Такая вот позитивная серия на этот раз получилась. Надеюсь, видео вам понравилось и вы немного зарядились этим позитивом. Спасибо за просмотры и комменты. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Пока-пока!